Всем привет! Рада видеть вас на канале Bird Space. Меня зовут Снежана. И сегодня максимально я хочу записать быстрое видео. Один человек задавал мне достаточно много вопросов в моей группе ВКонтакте. И поскольку я не всегда имею возможность много времени уделять именно ответам, а ответов у новичков очень много, поэтому я решила, что мне проще поговорить, рассказать об этом именно в видеоформате. И сразу же скажу, что вопросы из группы ВКонтакте некоторые я уже отвечала, но я вам просто хочу повторить эти вопросы, точнее ответы на них, поскольку не все читают мою группу ВКонтакте, хотя я каждый раз вставляю ссылку на нее в описании. Ну все же, так, волнушки, тише, иначе вы все попадете в кадр, точнее звук вас допишет. Так, Александр спрашивал, кормит ли кто-то попугая кормами из пачек. Он имел в виду обычные вот эти покупные корма. Я ответила, что да, я кормлю, допустим, ну это как часть рациона, то есть, естественно, фрукты, овощи, зелень, нужно давать попугайчику. Да, многие именно покупают корма, то есть Престиж, Джейфарм. Ну, вы сами знаете марки, которые нравятся вам, ваши птички. И да, я также знаю, что некоторые люди, особенно много заводчиков, которые на разведение птиц пускают, когда у них уже где-то 50 пар, даже более, и они составляют сами зерновые смеси, то есть покупают отдельно мешки с зерном и смешивают. Почему я так не делаю? Потому что я хочу, чтобы всё-таки был богатый, как это сказать, большое разнообразие зёрен в самом корме, и я не могу полностью смешать корм из 15 компонентов, потому что нужно покупать по мешку каждого зерна, а мне 15 мешков, допустим, не нужно какого-то вида зерна, логично, а по ведру или там по килограммам никто у нас не придаёт. Поэтому мне проще и рациональнее купить именно пачку корма. И тем более, если там у вас даже одна птичка или две, я не понимаю, зачем вам самим смешивать, если как бы можно просто купить и всё, это будет удобнее, это не стоит, есть огромных денег. Так, ещё вопрос какой был? Спрашивали про кормарио, про кормпрестиж. В принципе, в этих всех кормах я очень часто говорю. Сейчас у меня кормпрестиж, помимо этого я тестирую много-много других кормов. Да, этими кормами люди кормят своих птиц, отзывы также разные. Всё равно нужно проверять карманы герметично, нужно проверять каждую пачку, потому что, знаете, партия может быть плохая, партия может быть хорошая, и всё равно, независимо от марки, нужно проверять корм. Дальше по вопросам идём. Так, так, так. Насчёт минеральной смеси. Вы сколько раз в неделю даёте? Минеральная смесь у моих птиц есть всегда, в кормушке отдельной, каждый день она есть. Как правило, волнистые пугай у меня маленькие, которые мои птенчики, они просто любят её рассыпать, ну, параллельно кушают её. Большие мои птички любят действительно, большие, я имею в виду родители моих волнушек, любят именно её кушать, они, ну, достаточно быстро её выедают. Большие попугаи, все остальные мои, ну, и средние, они, как правило, любят выедать большие частички из этой самой зерно-смеси, о, зерно-смеси, из минеральной смеси. Я просто подсыпаю. Но всегда есть, раз в неделю я заменю, этого вполне хватает. Так, также сепия, минеральный камень тоже всегда в клетке у птиц есть. Параллельно я скажу, что это видео больше как на жерело и успугает направлено, хоть я рассказываю и вообще об своём опыте всех птичек, но всё равно тут больше вопросов именно по жерелам, потому что, я как понимаю, человек хочет именно такую птичку купить. Так, теперь переходим в личку, он мне написал дальше вопросики. Сейчас я перемотаю. Так, расскажите про свой состав минеральной смеси. Я так толково не поняла, из чего он состоит. Я сама минеральную смесь не замешиваю, мне просто, ну, нет смысла самой её делать. Волнушки, тише! Вот обычная минеральная смесь Рио, я такую покупаю, покупала, и, наверное, буду покупать. Есть, я знаю, разные, на рынках я пробовала и другие. В принципе, мне и другие устраивают, но, как правило, другие в меньшем объёме идут в этой 600 грамм. Объём я тут не знаю какой, правда. 600 грамм его хватает, в принципе, надолго. Так, состав вас интересовал. Состав здесь... Так-так-так, ракушечник, белый камень, красный камень, кембрийская глина, скорлупа, кедрового ореха, древесный уголь. Тише, тише. Так, ну, тут дальше расписано, что для чего нужно, ракушечник для чего, красный камень для чего. В общем, всё в этом духе. Хотя, честно говоря, мне казалось, что тут другой состав немножко был. Возможно, просто он поменялся. Я потом ещё старую свою упаковку посмотрю, потому что я эти пачки никогда не выкидываю, я их повторно использую. Так, второй вопрос. Говорят, научить пугая говорить после пятилет невозможно или очень трудно. Что они имеют в виду? Ну, я не знаю, что эти люди имеют в виду. В принципе, ну, знаете, это как говорят, типа, взрослую птицу нельзя ничему научить и бла-бла-бла. Ко мне моя Алик, знаете, в каком возрасте попала? Ну, короче, Аликс, это мой александрийский пугай. Она попала очень взрослая ко мне. Прекрасно, мы с ней нашли контакт, и всё нормально. Также с разговором, если птица, ну, не совсем способная, нет у неё предрасположенности к речи, она может никогда не заговорить. Будь она молодая, там, говорят, что вот... Некоторые, как опять же, говорят, называется. Говорят, что куртаят, но не суть. Говорят, что маленькие птички легче обучаются разговору. Ну, я как-то к этому вообще никак не отношусь, потому что... Ну, это глупо, на самом деле. Если птица способна говорить, бывают такие случаи, что даже когда вы птицу не учите, она всё равно... Тише. Она всё равно научится говорить. Сколько случаев было описано, что... Вот, даже вот дословно. Я не учила птицу говорить, а спустя две недели она сама уже начала запоминать какие-то слова и говорить их. Бывает и такое. А бывает, что хозяин с птицами месяцами сидит и занимается, ничего не получается, потом он бросает это дело, он не учит птицу говорить, и всё, и пишет в интернете. У меня ничего не получилось. Тот или иной вид попугая не способен к разговору. И делает выводы только по одной своей птице. И вот после этого в сети появляются какие-то глупые просто высказывания, что тот или иной вид попугая не способен к разговору. Или же то, что птицы в парах не говорят. Или птицы в парах не приручаются. То есть фильтруете информацию в интернете, она настолько глупа, особенно когда у человека была одна птица или две, и опыта у него толком нет. И, возможно, он даже делает какие-то ошибки в обучении и разговору. И он даёт какие-то советы. Ну, абсолютная глупость. Продолжение следует...